Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 1196. Событие дня. 2 Коринфян 5.10. Ибо всем нам должно явиться присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое, за 27 марта 2019 года. Как всегда, объявление. Мать умерла, четверо детей остались. Кто желает, может помочь. Вот ролики об ней, похороны как идут. Тут без обмана все. Можно нажать, затормозить и прочитать. Вот Рахиль пишет мне. Отец Игнатий, мир вам. Когда будете беседовать с шахматовым, то надо обязательно надеть наушники, потому что очень часто вы стали говорить, совершенно не слыша собеседника вопроса. Может быть и так. Но рядом даже Володя, он не может понять. А такая техника. Сейчас занятие посмотрела и была согласна с Галиной Загуляевой. Вы с этой гнусной чат-рулеткой сами и наши мужчины, братья, уже и в грех вошли, потому что не сознаете того, кто присутствует на занятиях и кто будет смотреть занятия в Ютьюбе. Я благодарю Бога, что через вас, видимо, я нашла истинную Христову церковь, но также через, боюсь, отойти. Так уж вы с братьями опускаете наше православие. Опускаете. Зачем? Ну, не опускаем. Как сказать, зачем? Если что есть, то и говорится. Вот хорошая статья, написанная Максимом Степаненко, что мы супер-супер православные, никого таких нету, а дело-то по-другому все обстоит. На обмане, на нарушении всех канонов, которые лишают всякой благодать, и он пишет. Я ничего не утверждаю, я говорю. Больная церковь, так лечить надо. Вот все сказали, на этом закончим. Ну и давай лечить. Как ты будешь ее лечить? Пойти попам, как один писал, тут говорят, ну что сделать можем? Давайте объединяться. Ну, объединяться как? Живем в разных домах. Ну, объединились, вышли вместе, оделись. Пошли, что? Попам морду бить, говорит, будем, или что? Но не хаять ее. Сложность слова хаять. Если Господь говорит, ты не жена мне, ты прелюбодейка, и тогда что, он хаят и жену, а если она действительно прелюбодействует? Но это суть-то дела не меняет, так все остается. Это Писание об этом говорит. Ты не жена мне, и детей твоих, я Господь, говорит, всех поуничтожает, прелюбодейное семя. Ведь речь идет о большем. Так, лечить надо. Не грех ли это осуждение? Тем более, если сейчас Великий пост. Вот тем более Великий пост, мы должны заботиться об этом. Если люди зараженные, чума или там холерой, теперь будем говорить, нет, ничего хорошего, моя мать не болеет. Она болеет. Она болеет, и давно ей болеет, и очень сильно болеет. Ну, вот так. Простите меня, не хочу вас обидеть, но больно. Ну, больно должно быть не за то, что говорят правду, а за то, что ничего не делается для этого. Еще раз говорю, обращаюсь теперь все время на то, что написал Максим Степаненко. Если не знаете, я тут уже ролики не слышали, значит, не видели, иначе такое бы говорить не стали. Я поставлю сегодня еще, сброшу вам. Сергей Пупов. Мир вам. Утренняя молитва в час по московскому времени продолжается. Программа скайп изменилась. Кто-то ее изменил. Я звоню в группе сразу из 39 человек. Ранее мне приходилось всякий раз уменьшать группу до 24 участников. Все, кто в группе, могут самостоятельно присоединяться. Но моего звонка почему-то никто из группы не слышит, но верит, что группа активна. Отпишитесь по данному вопросу. Ну, не знаю, активно там это все это. Как присоединяться, чтобы других вопросов не было. Каждый может добавлять в группу другого участника. Но лучше, чтобы это было из моего согласия. Если вами присоединенный участник будет хулиганить, санкции будут как для хулигана, так и для того, кто его впустил в наш чат. О-о-о! Сергей Попков. Решили, чтобы больше не было инцидентов. Вход в группу только через меня. Доступ по ссылке закрыт. Вот так, Наталья. Голоса не слышен был. Сергей Насморк. Нестору надо лечить и сделать снимок. Вот, читайте дальше. Роман пишет. По вере вашей, да будет вам. Верите, что будут полипы, болью. Значит, будут. Вячеслав Поброводобритель. 96-е правило 6-го Вселенского собора. Толкование Зонары. По отношению к бороде поступает совершенно наоборот. Ибо как только у кого появится юношеский пушок, точно сбривает его, чтобы не перешел в волос. Но чтобы бросалась в глаза гладкость их лица, и они, так сказать, могли бы уподобляться женщинам и казаться нежными. А у кого с течением времени волоса на бороде растут уже постоянно, те, чтобы не носить длинные бороды, хотя и не употребляют бритвы-то, но вместо того, раскалив на уголях кусок черепка, подносят его к бороде и выжигают им все длинные волосы на бороде, а оставляют их в такой мере, чтобы казалось, будто волосы едва начинают пробиваться. И чтобы мужчины, достигшие уже зрелого возраста, походили на юношей, у которых в первый раз показывается борода. А это делается не у простых только людей, но и у людей высшего сословия. Почему это зло, распространившись, сделалось всенародным, и как какая-нибудь эпидемическая болезнь, заразившая носящих Христово имя, пожирает почти всех. Это делается, несмотря на то, что божественная и древнейшая заповедь говорит во второзаконии, сотворите обстрижение кругом от влац главы ваших, не же бреете брат ваших, борода не срегите. «Великий Павел говорит, муж ащи в лосы растит, бесчестие есть ему». Вот так. Алексей Могучев поставил тут, Наталья. «А где-то находил я информацию про этого батюшку. Пишет, что хороший и добрый очень, но доверчивый». Мало ли что пишет, надо смотреть на все через призмы священного Писания. Ему видно где-то 40 лет с чем-то. Но как он считает Евангелие в послании и послание, что совсем ничего не видит. «Ленивые люди ссылаются на мнение других людей, потому что им лень исследовать и проверять, где ложь и где истина. Что Господь сотворил динозавров и тому подобное. А слова Христа Спасителя не помнит. Как считаешь, Лука? Он же сказал ему, в законе что написано, как считаешь? А вот дальше про динозавров, как они тут вначале говорить. Вот, считайте дальше. Ну вот так Сергей сегодня. Интересный такой случай, где батюшка звонит. Скворцы прилетели в Потеряевке, а здесь нет, не видать. Прилетели, сидят, поют. Ну, рады прилетели. Такой путь большой проделали. Я это люблю. У меня в саду было 121 скворечник. 121 скворечник. Ой-ой-ой, там такой концерт был. И вот однажды случилось так. Я копаю в огороде тут. Ну, а через дорогу, улица, там на столбе, я даже и не видел. Думал, ворона сидит, а там сидит ястреб. Я ноль внимания копаю. Такую ошибку большую сделал. Я рядом кус смородины. И вдруг как ударит вкус соломы. Это смородины. Соседский петух, пестрый такой. Прямо рядом от меня. Ну, метра-полтора. У меня в руке лопата была. Если бы я по кусту ударил, я бы его там задавил. И потом, я ноль внимания не оброшу. Потом раз, из смородины вылетает ястреб. И у него в клюве скворец, который только что пел, который тысячи километров пролетел и погиб. Но до того мне жалко было. А он сидит, залетел на столб на телеграфном. И вот и ребят, только пух летит. Если бы я упал туда, на куста, я его придавил бы и поймал бы. И это бы он никак не мог ожидать, что так близко, как и человека, с такой наглостью это будет сделано. Никогда. Даже не успел сообразить. И не подумал, что это ястреб. Думал, что петух соседний. Вот как надо все время себя держать на стороже. Ну, тут, не знаю, совместил бы или нет, что скворец поет. Он отлетает скворец со скворечника. Упал вместе, он точно падает в это место, в куст. И в кусту его там достают. Вот как он достал его, непонятно. Все непонятно. Ну, жалко. И думаю, вот когда учат там разведчики где, ну и проще. Это как они все это... Ой-ой-ой. Вот одна написала сейчас. Что она тут пишет? Вот. До этого она показала девочку. Вот она, больная у ней. Теперь операцию делали. И что она пишет? Во вторник или среду выпишут, сказали Настюша, большая молодец. Ну, слава тебе, Господи. Вот она лежала как. Тоже сняли ее. Что-то, наверное, тут... Все. Настюшу перевели. Вот. Настюночка. В палате у нас. Да, Настюшечка? Да, Настюша, у нас в палате. Сердце. На сердце делали операцию. Это не игрушка. Она всегда пришла. Маме отдали Настюшечку. Благослови, Господи. В палате у нас. Это вот в палате показали все как. Краевая больница, я вижу. Вот она лежит. Спасибо всем за молитвы. Сейчас пока еще трудное состояние. Сейчас температуру. Каждый час будем мы мерить. Настюшечки наши. Настюша, мультики будет смотреть? Будет, моя миленькая. Мультики потом смотреть, потом бегать будет. Вот видите как. Это удивительно. Вот она девочка как. Руки подняла. Спаси ее, Христос. А там возятся, копаются еще. Ну, тут что-то потеряю. Вот это совсем к месту не относится. Настюшу перевели. Ну, вот теперь понятно все. Слава Богу. Будем сейчас благодарить Бога. Молились мы за нее все время. С самой осени, как мать сообщила. Мы ежедневно в наших анаболитах было. И сегодня утром мы молились, сообща. Ее упоминали перед Богом. Они нам не чужие. Были в нашем лагере. Ну, конечно, от этой не была девочка. Это очень маленькая. А другие девочки были. Мне кажется, тоже была. Да нет, наверное, не была. Другие были девочки. Слава Христу. И вот так. Еще что-то тут за это время было, не было. А вот это кто? Рика Руйк. А Рика Руйк. Как принять, не принять. А ничего нигде нет. Это нарочно придумала. Блокировка. Заблокировать. Таких много идет. Много. И пакости заходят. И начинает. Учитель. Пособие по образованию общины. На основе Евангелия от Марка. Это роман выставил. Я сам записывал. И слава Богу. Ну, вот тут новый материал скинули еще. Один важный материал. Он у меня не весь был помещен. Вот. Это о крещении. Святые отцы, как говорили. Другие. Правила. Апостола Павла. Правила Апостола Павла. Вот они. Ну, не знаю. Это видно, не видно будет. Их исключили из книги правил. Я не знаю, тут как. Я могу ее сделать. Она небольшая. Небольшой материал. 19 правил. Ну, можно увеличить там, допустим, до 22. Надо сделать вот так. Вот еще. О актерах. Это интересно. Правила. Какое правило? 18. Учитель, хотя бы из народа. То есть, совершенно не рукоположенный. Если он искусен в слое Божьем, исчез по поведению, пусть учит. Ибо все будут научены Богом. Я сейчас его протащу, это правило. Правило Апостола Павла. Вот первое правило. Считайте до сих пор. Третье правило. Затормозите. И так мы сейчас пройдем. Вот и все. Правило Апостола Павла. Я его могу даже и скинуть тут дать другим. А здесь крещение по святым отцам. Вчера здесь его оставлял, а сегодня уже и не найду. Ну, найду сейчас коротко. Крещение. Крещение. Где тут книги? Крестные ходы. Крещение. Святые отцы. Вот оно. Святые отцы, канонизированное церковью. Вот тоже можно тут сказать. Сейчас я его... Это много надо, наверное. Надо узнать, сколько страниц это занимает. Вот нажмем здесь ставка. Номера страниц. И где от центра. Центра. Сколько тут страниц? О, 47 страниц. Это целая книга. Ну, тут я не знаю, можно или нет. Все, если так брать. Это так вот нужно пропустить его. Она идет... У меня тут система так установлена. Очень неудобно. Это я хочу увеличить, чтобы система могла взять. И тут у меня стоит, снимает прибор. И мне никак нельзя его убрать. И какая здесь единица-то? Сейчас мы посмотрим. 20. Вот так. Ну, теперь можно сказать, что можно считать. Ну, теперь уже не... 47, больше 62 страницы. Святые отцы. Вот так почему. Могу протянуть один раз, чтобы здесь было событие огня. Постраничное. Вот, считайте. Затормозите и считайте. Материал очень большой. И слава богу. Вот. И слава богу. Вот. И слава богу. не знаю сумеет нет крисе смотреть вот я затормозил и сразу ткните курсором и остановится остановится дальше просчитала опять вперед а так мало того может быть самому еще я скину иметь материал то большой очень большой у нас окрещение свой материал огромный но это никак не помешает знать про воина и сынецкого не был канонизирован у меня не говорится ничего а он не признавал это мочение которое сейчас католики вообще не крестят не крестят обливанием только а могут хуже их еще поступаем даже не раздеваем ничего безумие речь о погружении идется здесь еще но и дается это духовное толкование крещение как оно необходимо это взято тут если так я сам не прочитал еще это потому что я работал над всеми материалами когда писал православия писал святогорца тогда никто и не знал этого не было я же готовил эту книгу то давно десятилетия назад кисточки из свиных волос это тоже придумывает наверное из свиных даже не подумаешь что такое может быть такой большой материал вот решил его прогнать затормозить и и дальше без комментариев пойдет хорошо идет видите сколько маленько как будто бы а уже половина почти прошло да как раз 30 страниц прошло но кому не понравится тут и смотреть не будет так то что за это охотился то найдет к истинного православия у нас книга мне все это описано потом я отдельно это все разберу это вчера тут материал выставили я даже не знаю что у нас из этого есть что нету но видно что глава стиха двоеточим то есть это и собирал человек знакомый с библией материал большой умеете затормозить прочитать и опять сдвинуть вот так это большое событие дня у нас много по латыни написано еще сделаешь много берут нил сербский вообще-то да даже и не слышал такого думаю что окрещение тут не так и много потому что основной святых отцов у меня там выбрана было вот так вот вот так вот вот так вот Важное дело о крещении, потому что на такое рискнул, чтобы видно было. Ну, как будто бы вот и всё, ну, получилась 61 страница, ну, на этом на сегодня всё.